Братья Гримм. Домик в лесу. Жил в маленькой избушке у самого леса бедный дровосек с женой и тремя дочерьми. Однажды утром пошел он, как всегда, на работу и сказал жене, «Пусть старшая дочка принесет мне позавтракать в лес, а то я не успею к вечеру управиться с работой. А чтобы она не заблудилась, я возьму с собой мешочек проса и буду сыпать зерна по дороге». И вот, когда солнце стояло уже высоко над лесом, взяла старшая дочка горшочек с супом и пошла. Но воробьи, жаворонки, зяблики, черные дрозды да чижи давно уже склевали все проса. И девушка так и не нашла дороги. Пришлось ей идти на удачу, и она бродила по лесу до самой ночи. А когда село солнце и зашумели во мраке деревья да за ухо лесовы, девушке стало очень страшно. И вдруг сквозь ветви деревьев она увидела вдали свет. Там живут люди, и они, наверное, дадут мне переночевать в своем доме. Подумала она и пошла на свет. Вскоре она увидела домик с освещенными окнами и постучалась. Хриплый голос ответил ей из домика. «Войдите!» Девушка вошла в темные сени и постучалась в дверь комнаты. «Да входите же!» крикнул тот же голос. Она открыла дверь и увидела седого как лунь старика. Старик сидел у стола. Он подпер голову обеими руками, а его белая, как снег, борода лежала на столе и спускалась почти до самого пола. А возле печки лежали петушок, курочка и пестрая коровка. Девушка рассказала старику о своей беде и попросилась переночевать. Тогда старик спросил животных. «Курочка-красотка, пестрая коровка и ты, Петенька, мой свет, что вы скажете в ответ?» «Докс!» ответили животные. «И это, наверное, значило, мы согласны». «У нас здесь всего много!» сказал тогда старик. «Ступай-ка на кухню и приготовь нам ужин!» И правда, девушка нашла в кухне много всяких запасов и приготовила вкусный ужин. Она поставила на стол полную миску, села рядом со стариком и принялась уплетать за обе щеки. О животных она даже и не подумала. Девушка наелась досыта и сказала, «А теперь я очень устала и хочу спать. Где моя постель?» Но животные ответили в один голос. «С ним пила ты, с ним и ела. Ты на нас и не глядела, не хотела нам помочь. Будешь помнить эту ночь!» «Иди наверх!» сказал старик. «Там ты увидишь комнату с постелью!» Девушка поднялась наверх, нашла постель и улеглась спать. Только она уснула, вошел старик со свечой. Подошел он к девушке, заглянул ей в лицо и покачал головой. Девушка спала крепким сном. Тогда старик открыл под ее кроватью потайной ход и кровать провалилась в подвал. А дровосек пришел домой уже поздним вечером и принялся бронить жену за то, что она заставила его целый день голодать. «Я не виновата!» отвечала жена. «Наша старшая дочка понесла тебе завтрак, да, видно, заблудилась. Утром придет, наверное». На другой день отец поднялся еще до рассвета и велел, чтобы на этот раз средняя дочь принесла ему в лес завтрак. «Я возьму с собой мешочек чечевицы», сказал он. «Она крупнее проса, и ее легче заметить. Вот дочка и не заблудится». В полдень вторая дочка понесла завтрак отцу, но и она не нашла по дороге ни одной чечевички. Опять все птицы склевали. Девушка проблуждала по лесу до самой ночи. Потом, как и первая сестра, она пришла к лесному домику и постучалась. А когда вошла, попросила ночлега и чего-нибудь покушать. Старик с седой бородой опять спросил своих животных. «Курочка-красотка, острая коровка, и ты, Петенька, мой свет, что вы скажете в ответ?» И те опять ответили. «Дукс». И все случилось так же, как и со старшей сестрой. Девушка сготовила хороший ужин, поела и попила со стариком, а о животных и не подумала. И когда спросила, где бы ей лечь спать, они ответили. «С ним пила ты, с ним и ела. Ты на нас и не глядела, не хотела нам помочь. Будешь помнить эту ночь». Ночью, когда девушка крепко заснула, пришел старик, поглядел на нее, покачал головой, да и опустил ее в подвал. На третье утро дровосек сказал жене, «Пришли мне сегодня завтрак с нашей младшей дочкой». Она всегда была хорошей и послушной девочкой, не то что ее сестры-непоседы. И уж, конечно, не будет бродить, как они вокруг да около, а сразу найдет правильный путь. А матери очень не хотелось отпускать девушку. «Неужели мне придется потерять и мою самую любимую дочку?» Сказала она. «Не тревожься», отвечал муж. «Она у нас такая умница да разумница, никогда не собьется с дороги. Да к тому же на этот раз я буду сыпать горох, а он крупнее чечевицы, и она не заблудится». И вот младшая дочка с корзиночкой в руке пошла в лес. Но лесные голуби уже склевали весь горох, и она не знала, куда ей идти. Девушка очень беспокоилась о том, что бедный ее батюшка опять останется голодным, а добрая матушка будет горевать о своей любимице. Когда совсем стемнело, она увидела свет в лесу и пришла к лесному домику. «Не можете ли вы приютить меня на ночь?» – вежливо спросила она старика. И седой старик опять обратился к своим животным. «Курочка-красотка, пестрая коровка, и ты, Петенька, мой свет, что вы скажете в ответ?» «Дукс», – сказали они. Девушка подошла к печке, где лежали животные, ласково погладила петушка и курочку и почесала коровки между ушами. А когда старик велел ей приготовить ужин и миска вкусного супа уже стояла на столе, девушка воскликнула, «Разве я могу есть, когда у бедных животных нет ничего?» «Надо сначала о них позаботиться, ведь на дворе полно всякой всячины». Она пошла и принесла петушку и курочке ячменю, а коровке большую охапку душистого сена. «Кушайте на здоровье, милые мои!» – сказала она. «А попить захочется, будет вам и свежая водичка». И она принесла полное ведро воды. Петушок и курочка сейчас же вскочили на край ведра, опустили в воду клювики, а потом подняли их вверх. Так ведь все птицы пьют. Пестрая коровка тоже вдоволь напилась. Когда животные наелись досыта, девушка села за стол и поела то, что оставил ей старик от ужина. Вскоре петушок и курочка спрятали свои головки под перышки, а пестрая коровка задремала. Тогда девушка сказала, «А не пора ли нам спать?» И все животные ответили, «Дукс, ты не стала есть без нас, ты заботилась о нас, ты ко всем была добра, спи спокойно до утра». Девушка приготовила сначала постель старику, сбила пуховые перины и постелила чистое белье, а потом пошла наверх, легла в свою постель и спокойно уснула. Вдруг в полночь девушка проснулась от страшного шума. Весь домик шатался и скрипел. Дверь распахнулась и с грохотом ударялась о стену. Балки все трещали, будто кто-то их ломал и растаскивал. Казалось, вот-вот обвалится крыша и рухнет весь дом. Но вскоре все затихло. Девушка успокоилась и опять заснула крепким сном. А утром ее разбудило яркое солнышко. И только открыла она глаза, смотрит, что такое. Вместо маленькой комнатки огромный зал. Все вокруг блестит и сверкает, а сама она лежит на роскошной постели под красным бархатным одеялом и под стулом возле постели стоят две вышитые драгоценными камнями туфельки. Сначала она подумала, что это сон. Но тут в комнату вошли трое нарядных слуг и спросили, что ей будет угодно приказать им. «Уйдите, уйдите!» Сказала девушка. «Я сейчас встану, накормлю петушка и курочку на пеструю коровку». Она думала-то, что старик уже давно проснулся, но вместо старика увидела совсем незнакомого юношу, и он сказал ей, «Злая колдунья превратила меня в старика, а верных слуг моих в животных. И мы могли освободиться от ее колдовства только тогда, когда к нам придет девушка добрая и ласковая, не только с людьми, но и с животными. Это девушка ты. И вот сегодня ночью пришел конец власти колдуньи, и ты в награду за свою доброту будешь теперь хозяйкой этого дома и всех его богатств». Так все и случилось.